Здравствуйте! Как можно было понять из названия, сейчас мы будем продолжать наше глубокое погружение в темную шизофрению Хидетаки Миядзаки. Единственное, что в этот раз мы будем говорить про вторую часть, в создании которой он напрямую не участвовал. Вместо него это делали Юи Танимура и Тамахиро Шибуя. И спустя некоторое время, затраченное на разработку, в марте 2014 года появился Dark Souls 2, торговая марка. Для некоторых это была апатия от того, насколько плохой им показалась игра. Для других – место, откуда они начали знакомиться с серией. Лично я отношусь ко второй группе. Однако, упоминая Dark Souls 2, я имею в виду Scholar of the First Sin, вышедший в 2015 году. Потому что это доработанная версия оригинального Dark Souls 2, где From Software постарались залатать всевозможные дыры. Небольшой спойлер, они не залатали всевозможные дыры. Или, по крайней мере, не все. Но что они сделали, это включили в него сразу все дополнения. А также добавили немного изменений с каким-то новым контентом. В виде одного босса, дачной косы и пары вещей из секонд-хенда. И немного улучшили графику, добавив новое освещение. Однако, с точки зрения нового игрока, он не был настолько плох, насколько вы могли слышать о нем. Он просто был немного другой игрой. Более сломанной и разнообразной. Что, возможно, является причиной, по которой она сломана больше, чем все остальные части. При этом, мне она все еще нравится. Тем не менее, если какая-нибудь механика игры не работает, или кажется вам неправильной, значит она работает так, как и должна. И в этом весь ее смысл. Сюжет. А рассказ начинается с того, что история второй части почти никак не связана с тем, что происходило в первой. Конечно, при подробном изучении можно увидеть некоторые связи, такие, как упоминание всем известных персонажей в диалогах, всяческих рассказах от NPC и описание некоторых предметов. Хотя взаимосвязанность иногда показывают через строение и окружение мира, просто чтобы напомнить о том, какие события происходили раньше. И больше никакого отношения вторая часть к первой не имеет. Здесь начинается новый сюжет. Итак, главный герой самый обычный средневековый крестьянин. И будучи обычным крестьянином, мы, вдобавок как много кто еще, имеем небольшой бонус в виде неизвестной современной медицине неизлечимой болезни. Суть которой состоит в том, чтобы медленно и постепенно превращать тебя в вяленый банан. Делая тебя настолько глупым и умственно отсталым, что ты больше не можешь считаться живым существом. Потому что ты действительно больше не живое существо. Ты не можешь умереть, так что почему бы тогда не попробовать найти способ излечения. Тем более, что по слухам, король Дранглика, одних крупных земель, довольно давно изучает эту болезнь. И теперь смог приблизиться к лечению этого проклятия. Механически же проклятие выглядит как медленное уменьшение твоего здоровья после каждой смерти. До 50 или больше процентов. Поэтому главный герой прыгает в водоворот, который переносит его в дом престарелых, где над нами шутят и смеются. А затем помогает нам вспомнить наше имя и то, кем мы были раньше. Следом, главный герой выходит в Маджулу. Локацию, саундтрек которой заставляет меня чувствовать себя прямо как дома. Послушай. После небольшого разговора с изумрудной вестницей, нам становится понятно, что нам необходимо найти 4 великие души. С этого момента мы остаёмся без подсказок и понимания того, куда нам идти, что нам делать, где нам искать души, кто этот король и что здесь вообще происходит. Геймплей. Прежде чем мы перейдём к самому игровому процессу, ответьте мне на один вопрос. Как вы думаете, на какую кнопку здесь по умолчанию назначено взаимодействие с объектами? Если вы не ответили Shift плюс левая кнопка мыши, тогда вы проиграли. Следовательно, когда вы играете на любом устройстве, которое выполняет функции геймпада, тогда у вас будет всё хорошо. Если же вы играете на клавиатуре, в таком случае настройка нормального управления здесь считается вашим первым боссом. Существует целая куча гайдов и трактатов на эту тему, так что если вы будете играть в неё без геймпада, я бы рекомендовал вам вначале посмотреть несколько из них и подобрать для себя подходящий вариант. Помимо этого, нужно отключить нажатие двойного щелчка. Да, он теперь не будет работать, зато пропадёт задержка атаки, потому что здесь он создаёт секундное запоздание перед нанесением первого удара. Теперь поговорим про геймплей сам по себе. Несмотря на то, что у вас есть конкретная цель, на протяжении всей игры вы сами будете решать, как её лучше достичь. Прямо сначала вам даётся выбор и полная свобода действий. Поскольку Dark Souls 2 это лучшая игра про путешествия, в которых вы проведёте довольно много времени, тебе самому решать, в какую из локаций лучше отправиться. Но наличие возможности сходить куда-либо вначале не означает, что туда стоит идти. Это потому, что враги на некоторых стартовых локациях могут быть немного очень сильными для первых шагов. Поэтому идти туда стоит на свой страх и риск. Несмотря на странный мап-дизайн с расположением, некоторые локации сделаны неплохо. У каких-то из них даже очень красивый дизайн, окружение и архитектура. Моё почтение. Но иная часть локаций это токсичное разлагающееся месиво. Буквально. По моему мнению, во второй части наибольшее количество неприятных мест, где тебя будут насиловать и пытать при помощи смертельных дозировок Monster Energy. Или ловушек, о которых можно узнать, если ты проходил игру раньше. По моим подсчётам, здесь примерно 4 локации с ядом и где-то пара состоящих из ловушек, что вряд ли кого-либо обрадует. Но вместо этого на локациях, не конкретно на этих, есть запоминающиеся персонажи. Диалоги с некоторыми из них, несмотря на свою краткость, заставили меня поверить в реальность происходящего. И в принципе, ни один из диалогов нельзя назвать плохим или неинтересным. Каждый из них даёт свою пользу в виде информации о локации, как и о самих людях, про их врагов и о том, что их беспокоит. А также иногда тебе придётся решать, на чьей стороне ты будешь сражаться. Говоря про сражение, они сильно преобразились со времён первой части. Как насчёт двойных храпир, которые бьют настолько быстро, что могут застонлочить противника на всю его короткую жизнь. Или пары катан, носящих столько урона, что его часть передаётся тебе. Но это ещё не всё. Теперь также можно использовать силовую стойку. Что это, спросишь ты? Фактически, это новая боевая механика, позволяющая использовать более сильные атаки за большее количество потребляемой выносливости. Стиль ему в сет которых зависит от оружия, находящегося в руках. Также для того, чтобы встать в стойку, необходимо иметь прокачанные характеристики в полтора раза выше, чем того требует каждая из оружий. Например, если взять саблю в правую руку, а меч в левую, мы сможем делать это. Если поменять оружие местами, тогда будет работать совсем иная комбинация ударов. Это действует для всех классов оружия. Стоит упомянуть, что некоторое вооружение также имеет и специальные приёмы, прямо как в Dark Souls 3. Что тоже может быть использовано в этой стойке. Совмещая это всё с зачарованием, кольцами, предметами, магией и улучшениями, получается действительно большой простор для пилдов, как в PvP, так и в PvE. К тому же, в ПК-версии оружие теперь ломается в два раза быстрее, если ваш компьютер достаточно продвинутый и поддерживает игру в 60 фпс. Поскольку скорость поломки всего во второй части привязана к быстродействию игры. Снаряжение ломается настолько быстро, что когда я встаю с костра и прохожу несколько шагов, моё оружие уже под угрозой поломки. Это немного необычная механика, поэтому теперь появился смысл в использовании кузнеца для починки оружия. Или специального порошка, который этот чел продаёт в бесконечном количестве. Также они зачем-то убрали пинок, убирающий щиты, и вместо него сделали гардбрейк, также убирающий щиты. Помимо прочего, добавили возможность получить New Game Plus без прохождения игры целиком. Что? Как? Без понятия. Теперь можно повысить NG на почти любом костре, сжигая в нём уголь вражды. Что, скорее всего, будет использовано для достижения собственной выгоды. Как и в любой другой Souls-like игре, в Dark Souls 2 имеется множество разнообразных противников, включая боссов. Если учесть их всех, получается в районе 41 штуки. Это довольно много. Но качество этих боссов может быть немного не тем, чего вы ожидаете. Это один из тех примеров, когда некоторых боссов добавили, используя технику Ctrl-C плюс Ctrl-V. Однако, это не значит, что здесь нет интересных противников, которые убедят тебя засомневаться в личной самооценке. Хотя, определённых боссов могло вообще не быть, и без их присутствия игра бы ничего не потеряла. Сверх этого, ты можешь стать грешником. Грех накапливается и получается за убийство мирных NPC, или за большое количество убитых игроков при вторжении в их миры. И если ты грешник, тогда местная полиция в виде синих фантомов начинает на тебя свою охоту. На практике это значит, что к тебе будут вторгаться всякие люди и пытаться помешать твоим преступлениям. А если ты совершал геноциды противников в ПВП, тогда процент уменьшения жизни от проклятия становится 95%. Здесь мы медленно переходим к сетевому аспекту игры, который довольно прост. Есть два мелка. Большой используется, если ты хочешь помочь кому-либо в бою с боссом. Маленький, если ты хочешь просто помочь с прохождением локации. Конечно, за это дают деньги. Призыв осуществляется через знак, нарисованный мелом на земле. Чтобы призывать фантома, тебе нужно быть в человеческой форме. А также ваша память душ должна быть примерно одинакова. Что такое память душ? Фактически это число всех душ, полученных тобой за игру. Если ты погиб дважды и просрал все свои души, они все равно засчитываются. Таким образом, часто умирая и теряя свои души, ты будешь отставать по уровню и характеристикам. Пускай Dark Souls 2 сейчас менее популярен, но в него по-прежнему играет достаточное количество человек, чтобы вторгаться в твой мир. Если мы рассматриваем и сравниваем игру в контексте всей серии, то она определенно будет уступать двум другим. Однако, когда мы смотрим на нее как на отдельный проект, она выглядит неплохо. Но это никак не отменяет те проблемы, которые в ней имеются. Поэтому плохая это или хорошая игра можно определить довольно просто. Это зависит от того, чего вы от нее ожидаете. Если вы хотите более или менее сбалансированную игру с определенной целью, интересными взаимосвязанными местами по пути к этой цели, вы не найдете этого тут. Но если ваш интерес это сетевой аспект и вы собираетесь играть в нее при кооперации с друзьями, тогда вы можете неожиданно получить от нее удовольствие. И даю ей оценку в «ну неплохо» из одного Миядзаки. И советую взять ее, когда она продается по скидке или использовать иные легальные способы получить ключ, о которых вы и так знаете. А на сегодня с этим видео все. Пока.